Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь. Также пишите комментарии и запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Если вам понадобится индивидуальная консультация, под данным видео находится номер телефона, а также есть ссылки на телеграм-канал, также контакт. Если кого-то заинтересуют курсы Таро, пишите также на Вайбер, на Ватсап, телеграм-канал, контакт. Меня попросили посмотреть на Иман Хилиф. Это Алжирка. Она на Олимпиаде участвует в женском боксе. Что о ней я узнала? Все-таки у нее повышенный уровень тестостерона. Это генетическая предрасположенность. То есть биологически она может быть и женщина, но у нее есть синдром Сваера, скорее всего. Это когда женщина может иметь набор хромосомов, как у мужчины, но это вообще заболевание. А заболевание это открыл Джеральд Сваер, эндокринолог британский. И это заболевание он описал в 1955 году, как случай мужского псевдогерматродитизма. Давайте посмотрим. Первое, что я посмотрю, это сигнификатор Алжирки. Что покажет карта? Кто она? Иман Хилиф. Ее сигнификатор. Ее сигнификатор. Две карты. И кто она вообще? Вот кто она по своей энергетике? Все-таки больше она женщина, либо все-таки мужчина? Ну, давайте посмотрим. Итак, ее сигнификатор. Послушайте, вообще как-то удивительно, конечно. Вообще, в эту женщину, я бы ее назвала все-таки женщиной, вкладывали большие деньги. Вот кто-то, тренер, скорее всего, понимал, что она необычная женщина, что у нее есть именно способности заниматься вот этим видом спорта. Потому что она на соревнованиях будет участвовать с женщинами, но она гораздо по природе своей сильнее любой женщины. Это ее особенность. Во-первых, у нее очень выраженные лидерские качества. Здесь старший аркан колесница. И она от природы такая вот сильная, мощная, спортивная. И, конечно же, люди, те, кто ее окружал, увидели, что ее потенциал можно использовать. И она такая есть. У нее есть огромное стремление быть победителем. Давайте посмотрим, кто она по своей природе. Ребята, она женщина. Она идет, как королева мечей. Ну, вот, понимаете, это вот были такие вот богатыри, как Илья Муромец. Да, сейчас таких богатырей нет. Но на самом деле были такие богатыри. То же самое я могу сказать про нее. Да. Так, королева мечей. Четверка мечей. Тройка. Ай, ребятки, что я могу сказать? Конечно же, в нее вложили деньги. Конечно же, хотят, чтобы она побеждала. Конечно же, здесь просто, ну, могу сказать, что на соревнованиях это ажиотаж, потому что, ну, она месяц других женщин. Но то, что я вижу, вы знаете, не знаю, как насчет заболевания свайера. Но то, что она от природы не такая, как все, это да. Скорее всего, конечно же, в ее ДНК есть хромосом X, Y, который типичный для мужского пола. Но это ее, я бы не сказала, что это заболевание. Во всяком случае, в современном мире это считается заболеванием. Но по природе своей она такая, она вот такая женщина. Ну, она у меня выходит королевой мечей. То есть жесткая, собранная. И у нее действительно очень тяжелая рука. У нее рука, здесь мы видим, что королева держит меч, а ее меч – это ее кулак, как говорится. Так что ее вот такой вот потенциал решили использовать в спорте. Конечно же, другие женщины не обладают такими возможностями. И я считаю, может быть, это несправедливо по отношению к другим спортсменкам, но это так и есть, понимаете. Она, она действительно уникальна. Но то, что мне показали карты, она женщина. Она действительно женщина. Но по сравнению с другими женщинами она гораздо мощнее. Потому что, конечно же, у нее есть вот этот вот набор видных хромосомов XY. Вы знаете, ведь, в принципе, чтобы определить, во-первых, по половым признакам, да, по половым органам и по тазу, и по анализу также. И если у нее, как говорится, и таз, и половые органы женские, как раз-таки здесь идет анализ, то, что она вот имеет такой набор от природы своей. Но я так поняла, что в спортивном мире это и не запрещают. Просто это решили использовать. Давайте я посмотрю вообще, останутся ли у нее выигранные медали, да, в итоге, в итоге, да, Иман Халиф оставит ли ей медали. Конечно, ребят, победа, карта, карта триумфа, карта победы. Конечно, оставит. Да, конечно, это Олимпиада. Во Франции она надела очень много шума. Очень много чего там непонятного и совершенно из вон ряд выходящего. Ну, значит, так. Значит, так кому-то хочется. Если к данному раскладу у вас есть свое мнение, комментарии, напишите, пожалуйста. И желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих детей.